Всем привет! Сегодня поговорим о Сильване. Где она, что с ней, когда вернется и вернется ли вообще? Конечно же, королева Банши завоевала такую бешеную популярность, что столь внезапное отбытие на неопределенный срок не может не оставить вопросов. Тем не менее, Сильвана продолжает отбывать наказание в темных землях, вытаскивает из утробы загубленные души ночных эльфов и пытается отыскать на Таноса гнилостыня. Но знаете, что если это не так? Сильвана Ветрокрылая – королева не только Банши, но и заговоров с интригами. И неужели вы думаете, что она покорно продолжила исполнять вынесенный ей приговор? Ой, не думаю. В этом ролике я расскажу вам, какое будущее ожидает Сильвану и когда стоит ожидать ее возвращения. В своем рассказе я буду опираться на разное интервью от Стива Денузера, ответственного за сюжет. И потом попытаемся нарисовать единую картину. Создание фэнтези-вселенной занимает годы, сотни патчей и обновлений. Взять хотя бы рождение, а точнее перерождение Дота 2, которое, несмотря на все сложности создания, переросла в уникальную киберспортивную нишу и воспитала армию преданных поклонников. Это пример того, как новая игра смогла покорить сердца фанатов и поверить в себя и свои возможности. И такие игры существуют, создаются настоящими гиками и отличными студиями. И после своего выхода открывают для нас новые миры и новые приключения. Взять хотя бы, к примеру, Call of Dragons. Это абсолютно новая фэнтезийная приключенческая мамо-стратегия, в которой вам предстоит открыть для себя Тамарис и захватывающий дух масштабные сражения. Эльфы, орки, люди, энты и многое другое. Все эти войны в вашем распоряжении, так что соберите свою армию. Идите в бой с гигантскими исполинами единолично, либо в режиме ПВЕ с другими игроками вашего альянса. А также переманивайте великих драконов на свою сторону. Участвуйте в действительно эпических баталиях с тысячами воинов. В каждом легионе до тысячи юнитов, а игроков в масштабной битве альянсов до сорока. Call of Dragons рассчитана на тактику и стратегию. Возглавьте войска в сражении на фэнтезийные 3D-местности. Призовите воздушные войска для атаки, чтобы уменьшить численность войск врага. Ну а если устали от битв, то для вас найдется занятие по душе. От строительства своего города до добычи драгоценных камней. Как видите, игра радует добротным контентом, так что самое время открыть для себя Call of Dragons по ссылке в описании. Кстати, игра доступна на любом устройстве, в том числе и на ПК. Увидимся в Тамарисе. Как только к Сильване вернулась добрая часть ее души, Стив Денозер сразу же прояснил несколько моментов касательно этого. Он сказал, что несмотря на воссоединение ее души, Сильвана по-прежнему остается той самой Сильваной, которая сжигала мировое древо, заключала темные союзы и стремилась к могуществу. Просто теперь одна ее половина вынуждена уживаться с другой, находить компромиссы и стремиться к балансу. Однако Стив отметил, что на этом история Сильваны не закончится. Как только придет время, она обязательно вернется. Но в каком облике и с какими намерениями остается загадкой. Первое упоминание Сильваны в актуальном клиенте появится уже 6 сентября, в наследной цепочке Отрекшихся. Датамайнеры смогли раскопать некое событие, связанное с Королевой Банши. Скорее всего, это голограмма или проекция. Что же это такое? Как мне кажется, Сильвана перед своим отбытием в утробу записала этакое обращение к народу Отрекшихся. Ведь после печальных событий у врат Аргримара она так и не встречалась со своим народом. Вполне возможно, что Королева Банши после воссоединения обеих частей своей души решилась записать послание Отрекшимся, так сказать, на трезвую голову. Она расскажет, что очень сожалеет о преступлениях, которые совершила, расскажет, как ей было тяжело принимать трудные решения из-за острой необходимости, и закончит рассказ тем, что все это делалось только во имя Отрекшихся. Поскольку наследная цепочка посвящена нежити Лордерона, наследию и переменам внутри их общества, послание от изменившейся Сильваны, как от их бывшей королевы, выглядит весьма логично. Такое же послание оставлял Иллидан для Тиранда и Монфуриона перед тем, как решил стать тюремщиком Саргераса. Это ближайшее появление Сильваны в сюжете. Но знаете, что общего между ней и тем же Иллиданом? Это персонажи, которые никогда не откажутся от своих амбиций. Если Тралл и Джайна только и хотят поскорее разобраться с навалившимися проблемами и, наконец, нормально отдохнуть, то Иллидан и Сильвана – это те, кто создают эти самые проблемы. Что бы ни происходило, им всегда будет мало. Мало силы, мало власти, мало знаний. Они всегда все выкручивают в свою пользу. И когда простые смертные думают, что раскусили их, это самое большое заблуждение, поскольку в это время те плетут новые интриги. Говоря о том, что злобная часть души Сильваны никуда не делась, не имел ли в виду Стив Денозер именно эти интриги? Лично я не верю, что Ветрокрылая могла просто смириться с вынесенным ей приговором. Даже его она согласилась исполнять только потому, что где-то среди порабощенных душ эльфов находится такая же порабощенная и преданная ею душа Натаноса, единственного близкого ей человека. Только ради него она и приняла такой приговор, и об этом Сильвана говорила сама. Найдет его, а дальше что? Мы так до конца и не знаем, какими еще она успела обзавестись связями и союзами перед тем, как отправиться в Темные Земли. Вариантов множество. Но когда она вернется? И вернется ли в том виде, в котором уходила? Как мне кажется, Сильвана, как и Элидан, заморожена до масштабного дополнения о войне космических сил против надвигающейся пустоты. Тогда и понадобятся все известные персонажи, представляющие разные стороны космологии, особенно те, что имеют большие познания. Сильвании так было посвящено аж три дополнения. Думаю, теперь столько же времени мы ее не увидим. А даже если она вернется, это точно будет не так, как многие думают. Вряд ли Сильвана свяжется с Тирандой и скажет «Ну все, я исполнила приговор, можно погулять». Королева Банша отыщет на Таноса и скажет «Все это время я продумывала идеальный план. Помоги мне, и вместе мы станем повелителями мира». Повторю снова, злобная и коварная часть души Сильваны никуда не делась, но появилась добрая и светлая. Поэтому, работая над будущим, Ветрокрылые разработчики определенно проработают этот новый баланс. И что самое главное, она точно не станет антагонистом. Скорее, нечто большим. Возвращение Трала мы ждали ровно одно дополнение. Возвращение Кадгара состоялось через два дополнения. А возвращение Лидана, вот ждем уже три дополнения. Вот и высчитывайте. Но знаете, есть еще один вариант, который может стать хорошим для ее возвращения. Рано или поздно произойдет возрождение Кельталаса, и Сильвана внесла огромный вклад в королевство как при жизни, так и после смерти. Именно благодаря ей эльфы крови попали в Орду, хотя находились на грани вымирания. Она всегда относилась с уважением к своему бывшему народу. Более того, правитель эльфов Лартемар Терон постоянно говорит о своем безмерном уважении в адрес Сильваны. Мол, даже несмотря на то, каким злыднем она стала, он все же уважает и почитает ее как бывшего героя Кельталаса. Если Сильвана и Натанос однажды вернутся, они могут попросить Лартемара взять их обратно, а тот сменит гнев на милость и скажет «Так уж и быть, но я с вас глаз не спущу». Такой вариант тоже откидывать не нужно. Хотел бы я, чтобы Сильвана вернулась? Знаете, если честно, нет. Как мне кажется, разработчики выжали из нее все возможное, история таких персонажей должна вовремя заканчиваться. Но поскольку она очень популярна, и на ее имени можно еще не раз сыграть, Близзард определенно сделает это. Как говорится, пуй железо, пока горячо. Напишите в комментариях, ждете ли вы возвращения Сильваны и как в вашем представлении состоится это самое возвращение. Подписывайтесь на канал и поддерживайте ролик лайком, мне будет очень приятно. Всем спасибо за просмотр и за внимание. Постараюсь вернуться совсем скоро с новым роликом. Пока-пока.